Власти заявили, что сотрудники секретной службы США застрелили грабителя в резиденции посла Перу после того, как в среду произошло ограбление. Посол Асфальдо де Ревиро и его семья в это время находились дома, но они или их сотрудники не пострадали, сообщил Рудольфо Приера, пресс-секретарь посольства Перу. Офицеры секретной службы в форме отреагировали на сообщение о краже со взломом незадолго до 8 утра по восточному времени, сказал начальник полиции Вашингтона Роберт Конти. Они нашли черного мужчину лет 20-30 с металлическим колом в задней части дома, где было разбито несколько окон. Офицеры сначала пытались остановить мужчину электрошокером, но когда он подошел близко к офицерам с металлическим колом и начал угрожать им, они стали стрелять на поражение, сказал Конти. Посольство Перу подтвердило, что имуществу был нанесен ущерб, но не представило никаких подробностей, кроме отчета полиции. Биолэм пока тоже никого не обвинила в расизме, ну так, на всякий случай. Личность мужчины не разглашается, и неясно, знал ли он, что дом принадлежит иностранному дипломату. По словам Конти, полиция расследует обстоятельства и что стало причиной, и почему дом стал мишенью преступника. До этого грабежа преступник не был известен правоохранительным органам. Грабежи и насилие в посольствах почти никогда не происходили в Вашингтоне. Мы никогда не видели подобных инцидентов, это совершенно необычно. Я не могу даже вспомнить, когда в последний раз у нас были подобные инциденты на территории, в резиденции одного из послов, например. Я просто не припомню этого, в какой-то даже более давней истории. И так, опять же, неясно, почему этот был человек здесь. Мы знаем, что человек был застрелен, мы знаем, что этот человек разбил несколько окон, мы знаем, что человек был с металлическим колом, мы не уверены, при каких обстоятельствах произошло это ограбление, и знал ли он, что в этом доме живет посол, и почему он пошел на это ограбление.